Художниками неформального культурного сообщества Сырьярске, которое даже получило такое название Сырьярская художественная колония. Сегодня рассказывать об этом явлении будут те, кто находится с нами здесь, в галерее смены, которая любезно предоставила свое пространство для этой встречи. И я хотел бы представить участников. Это искусствовед Элина Тулузакова. Это уже знакомый по предыдущим встречам и вообще знакомый по творчеству, я думаю, многим, художник Илья Артамонов. И третий гость сегодняшний это художник Анатолий Егоров, который тоже очень много времени провел в Сырьярске и в своем творчестве многообразное, многостороннее в Сырьярске. И то, что с ним связано, отобразим. Ну и также с нами по видеосвязи Рашид Цефиуллин, он находится в Сырьярске, но присутствует с нами и тоже примет участие в сегодняшней встрече. Я хотел бы предоставить слово первому спикеру сегодняшней нашей встречи Галине Тулузаковой, которая является, собственно, пионером-исследователем, наверное, этого художественного, культурного и художественного явления, художники и творческие люди, которые живут в Сырьярске. Галина. Спасибо. Меня слышно, да? Прошу, пожалуйста. Прошу? Поближе просто. Или без этого? Не-не-не, нужно умигра. Прошу. Для начала я хотела бы сказать, что Сырьярск для меня это очень личная история, которая длится уже очень много-много лет. И, ну, поскольку это личная, поэтому к этому, безусловно, особое отношение. Лично еще и потому, что я супруга Ирины Николаевича Артамонова, я думаю, большинство об этом как бы в курсе. Вот. Но, на самом деле, не только поэтому. Дело в том, что, когда я работала в музее, работала я там очень давно, с 82-го года, и мы, в общем-то, каждое лето ездили в Сырьярске. Я помню, когда мыла полы в храме, так что у меня все грехи уже должны были списаться. Как мы лазили по лесам в Успенском соборе. И потом еще было удивительное такое событие, когда в 89-м году состоялась выставка Евгения Георгиевича Клубцова, которого я знала как художника-проектировщика, и который вдруг открылся как художник-станковец. Выставка была в Соборе всех скорбящих радостей, и это был, в общем, для меня был шок. Я это сказала, что, поскольку я в то время очень много ездила по Москве или Петербурге, постоянно смотрела разные выставки, и я помню, с таким выдачным глазом сказал Евгений Георгиевич, по-моему, я первый раз испытала такое полноценное эстетическое переживание, вот, когда попала на выставку в Собор всех скорбящих радостей. И там очень была забавная такая ситуация, когда была на пристани, и одна из местных жительниц, ну, что-то типа там, Клава, ты была в Соборе-то, выставку видела? В Соборе была, выставку не видела. Это почему? Потому что она там настолько срослась со стенами, что человек даже не понял, что там есть что-то, какой-то чужеродный элемент, что что-то лишнее, да, которые не приняли эти стены, да, ободранного храма, но храма, да, и все, как бы, все это слилось в какую-то единую такую цельную картинку. И потом в это же время, одновременно, в общем-то, очень сдружительный Николаевич, я у меня, я была на выставке, вернее, не на выставке, на Синише, вот, и он тоже загорелся писать диплом, вообще хотел посвятить себя, там, как искусствовед современному искусству, и писал диплом с упором на художников, вот, как раз Синишской группы. То есть у меня все это было, как бы, исправлено неслучайно, а потом еще купили дом, совершенно всего, и вот Свиярск это стало такой неотъемлемой частью. Я очень так долго это рассказываю, потому что мне бы хотелось, чтобы мы, ну, немножко прониклись вот этой атмосферой, старого Свиярска, который сейчас уже поймать, наверное, сложно, потому что он стал другой, вот, и, ну, именно он, в общем, дает понимание того, что, как бы, происходило. И почему, как бы, они, Свиярские художники, стали такими, какими они стали. Так вот, я не буду пересказывать вот так вот, я его просто прочитаю, потому что он у меня так сложился, что мне как-то жалко терять каждое слово. Я понимаю, что на слух чтение воспринимается не очень хорошо. Но, ну, такой вот компромисс. Вот. Итак, территория, на которой расположен заповедник заповедник острова Красвиярск, пережил несколько вон колонизации от момента его возглавления до наших дней. Слово колония многоозначна. Среди его значений можно отметить следующее, да? Поселение выходцев из другой страны, которые поселенных или поселившихся в совместной жизни с той или иной целью. Затем, учреждение специального назначения, колония заключенных, например, трудовая колония, да? Поселение общежития однорубных больных, устроенное с лечебными целями, колония умалишенных. Ну, нетрудно заметить, что все эти виды колонии в Свиярске были. Было и поселение из другого государства, да, из российского территории Казанского ханства. Было и колония... Колония заключенных и колония умалишенных. Вот. К этим колониям, к этим видам нужно добавить еще одно. Колония художественная. Которая возникла в Свиярске в конце 80-х годов. Понятие художественной колонии широко используется в нашем искусствоведении, но до сих пор само явление только находится в процессе научного осмысления и исследования. Во всяком случае, в термологическом словаре изобразительного искусства 1997 года, который у меня был под рукой, этого термина пока еще не было. В зарубежной практике художественная колония определяется как место, где собираются живут творчески активные художники, взаимодействуя с друг с другом. Художники могут быть кем-то приглашены специально, или они выбирают какое-то место целенаправленно, или художественная колония складывается стихийно. Чтобы место поселения становилось именно художественной колонией, художники должны здесь собираться или жить в течение достаточно длительного времени. Художественные колонии первоначально возникали в XIX веке и в начале XX Европе и Америки как движение из города в деревню. Между 1830 и 1914 годами около 3000 профессиональных художников примели участие в массовом движении из городских центров в сельскую местность, проживающих с различных должностностями более чем 80 общинок. Существовали три главные формы этих поселений, состоявших из первого поселения с временным и ежегодно колеблющейся численности художников, в основном приезжающих на летний сезон. Например, Живерни, Валентан, ну и там другие. Второе. Поселения, в которых часть художников бывает наездами, а часть остается на постоянное место жительства. Ну, там, Борбизон, например, Камкарна, Дахау, другие. И третье. Поселения, в которых основная часть – это стабильная группа художников, поселившихся навсегда. Ягмонт, Ньюлин, Воросвелда и другие. В таких поселениях художники непременно купали или строили свои собственные дома и студии. Ну, вот по этим формальным показателям, поселению художника Сыльяшки можно назвать художник-колонии, в которой совмещались признаки разных вариантов из приведенной в этой классификации художник-колонии со специфическим укладом в советской жизни. В основном приезжали на летний период, но все приобретались собственные дома, как дачи. Сыльяшки, вот эти дачно-летние художники, активно взаимодействовали. Ботовое творческое общение тесно переплеталось. Группа казанских Сыльяшцев была небольшая, но стабильная, и существовала около 20 лет. У Сыльяшки художник-колонии есть точная начальная дата – 1989 год. Именно в этот год горожанам было официально разрешено приобретать дома, деревнях и селах, а Сыльяшки в советское время городского статуса не имел. Рассмотрение истории Сыльяшской художник-колонии логично ограничено 2008 годом. А поскольку со строительством дороги Сыльяшки перестает быть островом, что формирует новые реалии жизни и открывает новую страницу его истории. Возникновение художник-колонии имеет свою предысторию. Сыльяшцев был местом паломничества, не только религиозного, но и культурного. Важными зрениями культурного освоения Сыльяшцев в советское время были летние практики казанского художественного училища, которые в разное время проходили будущие в том числе и колонисты. Многолетние с 1964 по 1988 год реставрации тресок у Спецкого собора бригады московских художников-реставрации под руководством Иннокентия Петровича Ярославцева. Ежегодный отпуск в Сыльяшске, который проводил в 80-е годы и тогда еще казанский журналист и режиссер документального кино Марина Разбешкина, которая притягивала к Сыльяшску творческих людей. Ну и, наконец, формирование открытия Сыльяшского филиала Музея изобретательных искусств ТССР в 1987 году. В 1989 году в Сыльяшске приобретают дома Марины Степановой, архитекты-реставраторов, художники Татьяны Евгении Голубцовой, Рашид Суфюрин, Анатолий Егоров. В 1990 ювелир Сергей Крабцов и его жена Людмила из Куставовика. В 1992 художники Николая Степановича и Юрий Николай Шерстамонов. Дома здесь приобретали, возьмем, музейные сотрудники искусствовик Яков Ласкин, Маргарита Обшивалкина. Сыльяшск – особое место, которое сияет в себе умиротворяющую красоту природы, великую историю, с одной стороны, а с другой – зримый образ насильственного уничтожения целой цивилизации, явление бездомности, зла и жестокости, в которых может впасть человек. Намеренная трансформация святого места в тюремный лагерь и затем в больницу для малышенок, которая являла социальным жизнеподдерживающим ядром уже и не города, но еще и не окончательной деревни, на градообразующие предприятия в больнице не тянуло. В первоначале, вероятно, имела кончительный замысел, но потом стала лишь обычным приспособлением под практические нужды готовых построек, с которых все больше стирался сакральный смысл. Деградирующие, спевающиеся местные жители, ощущение временности и неудобства неустроенной бытовой жизни, как, например, пока лед не встал осенью или не пошел ледоком весной, умирать было нельзя, поскольку клапочка на большой земле. Все это формировало действительно странную реальность, являясь к концу XXI века. С другой стороны, благодаря искусственному астрономному положению, умирание Северска было умедленным и естественным, имевшим свою органичную, хоть и болезненную эстетику. С противоположного берега Северска иррационально выступала в сгодной глади призвища почти сказочного чудо-острова. Изнутри, скрусионную, задороженную обыденность деревенской жизни, также иррационально, в сохранившейся храмовой архитектуре и древнерусской живописи, поступали следы интенсивных духовных поисков и интеллектуальной жизни. В остатках городской застройки проявлялись черты усталявшегося отлаженного быта уездного города. В местных жителях за грубой оболочкой просвечивалась изначально здоровая основа, невродный, ничем нестребимый юмор. Повсеместные заросли высоченного сорняка, свободно блуждающие по острову коровы, кони и бездомные собаки воспринимались не столько признаками запустения, сколько все пробивающими витальными силами самой природы, а основным жизнеобразующим источником свиярства все же была не психболица, а как и столетия назад оставалась века. Свиярск на рубеже тысячелетия соединял неразрывные целые невероятные предельные контрасты вечного и судьбного, высокого и низкого, духовного и физического, природного и руготворного, созидающего и разрушающего, гармоничного и ущербного, унылого и забавного. Эти противопоставления можно продавать бесконечно. Все это сконцентрировано на небольшом участке земли так мощно, что поневоле само место настраивает на размышления о смысле бытия человека. У свиярской художной колонии есть своя особенность. Художники, которые здесь селились, изначально не были знакомистыми. Сергей Коробцов, ювелир, Анатолий Гор, прокладник-пеленщик, Николай Степанович Илья Николаевич Артамонов, Евгений Голубцов, художники-проектировщики. Так же, как и Рашид Сфюлин, который одновременно много работал как театральный и кинохудожник. При этом Артамонов и Голубцов и Сфюлин связаны с творческо-экспериментальной художественной студией «Синиш», которую с полным основанием можно назвать советским баухаусом. Ежегодно в течение многих лет участия в семинарах «Синишской студии» отточили пластическое мышление. Но именно благодаря Свияжску они теперь известны и как мастера с торговой живописи. Свияжск мощно повлиял на всех, особенно кардинальный на Сергея Коробцова. Приобретя дом в Свияжске по бытовым мотивам, поскольку не было возможности купить квартиру в казане для вашей семьи, он отошел от ювелирного дела, начал писать иконы и вскоре стал иереем церквистов, кстати, и Еленой. Жизнь отца Сергия нельзя назвать иначе, как подвижничество, ибо он поддерживал храм и в надлежащем леди и почти в одиночку восстанавливал иконостас. Иконы отца Сергия не только предметы культового назначения, но произведения искусства, в которых отражается один из этапов становления современной иконописи не только регионы, но и Новой России. В данный момент в храме установлен типовой иконостас, но иконы, в общем, отца Сергия, они там тоже, в общем-то, отца Сергия, они там есть. И надо сказать, что вообще иконы, и сама жизнь отца Сергия стали значительный факт в истории современного свежего, что предает иконам, в общем-то, в музее не значилось. К сожалению, я не могу показать, потому что у меня просто не было, не было возможности связаться. И так, разные пласты жизни образа свежих вовляется в работах свежих колонистов. Вот тут можно остановить фильм и уже посмотреть, собственно, процесс. Я, наверное, все равно посолнее же туда и сама буду цариться. Спасибо. 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 В любом случае, вот это вот Свияжск как место жизни, это у всех есть, то есть с разных позиций, с разных точек зрения, но тем не менее вот Свияжск как особая форма жизнь. Да. Потому что вы говорите о том, что объединяет. Да. Потому что вот это точно у всех есть. Скажем, там, Рашидцев, он не ходит в религиозность. Совсем никак. Да? Только вот охрана. Ну что, его ковчег, мне кажется, вполне себе, так сказать, религиозный. Может быть, да. Но у него все равно Свияжский вот такой вот, этот ковчег тоже такой очень... Народной религии. Народной религии. Да. Народной религии скорее. Вот я не знаю, как там Рашид Толкаточный отцовется. Как храм выступает. Как храм выступает, да, тоже. Ну, кстати, Рашид Толкаточ, он тоже, наверное, прокомментирует, что он сделает. Ну, я думаю, что чисто религиозного у него все-таки значительно меньше, да. В тот момент, на тот момент у Еги тоже было меньше. Сейчас эта тема тут появляется. И, как бы, тоже занимает свое место. Вот. Ну, на самом деле, это такое переплетение и духовного, и бытового, и как-то это все настолько... и перед земной. Я же говорю, что связь это место концентрации всего и сразу. В очень таких вот ярких формах. Потому что все на маленьком тачке, ну, как на острове, да, ну, как копчег. Которые, наверное, наши души там, в общем-то, и спасаются. А вот еще мне показалось, я не знаю процессом, что вы это прокомментируете, то ощущение, которое у меня возникло. Причем именно сейчас, когда последовательно мы увидели работы сырьяшских художников, у меня возникло такое ощущение, что там у них присутствует такой некий внешний взгляд на сырьяш. Прежде всего. И даже когда изображаются не только здания, но и люди, местные жития, они чаще, в большинстве случаев, как будто бы играют роль либо чисто декоративно, как вот Евгений Григорьевич Голубцов, например. Либо они являются, ну-ка, некими семантическими элементами, ну, частью такой-то вот знаковой системы художника. И редко изображаются, ну, какие-то вот конкретные люди. Даже когда Рашид Долгатович изображает жирю с ёжиком, то это такой очень обобщетный, по большому счету, персонаж, такой, мне кажется, и декоративный, и знаковый. Или это просто не просто настроение? Нет, вам это не кажется. Но я опять-таки сказала, что есть такая специфика, почему-то здесь соединились художники, которые изначально не были… Непочленники. 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 Да, не то, что непочленники, а они в другом учились изначально. То есть они вот через обобщение, через пространство, через предметную среду, да? Поэтому… Ну, они тоже ведь все о людях же говорят. Просто с другой стороны, с другой позиции. Не обязательно писать портреты, да? Можно вот через вещи гораздо больше сказать. И там уж и любимые, например, эти рыбаки. Может быть, там нет конкретных лиц, но там есть ощущение вот этой вот радости просто жизни, да? Потому что для всех свиярцы. Действительно, они там… Ну, я там говорила уже в тексте, что там деградированные, что они вроде бы как бы очень такие, ну, урагинальные, какие-то страшноватенькие даже, да? Но когда начинаешь с ними общаться, в них столько вообще было у всех, и у парши, и у гостей, да? Столько радости жизни, столько вообще здорового какого-то отношения к нему. И мне кажется, что вот если вот ты схватываешь вот эту вот суть, да? Наверное, ты, ну, в общем, даже… Потому что портреты… Ну, что, ну, напиши, в портрете скажут люди, о, какой у нас, да? Какие страшные лица. Нет, нет, нет. Тебе может быть некорректно. Тебе не нужны, конечно, написания портреты. А он как бы некорректно… Ну, это я уже привязалась к портрету. Не обязательно портрет, там, тип-тип какой-то. По сути-то люди просто замечательные. И вот эта вот сущность как бы вытащить через их ощущение свободы, какой-то радости. Может быть, да, декоративные приемы, может быть, в этом смысле, больше помогают. Но они там и сильно… Они как бы декоративные, но не только. Там вообще-то… Ну, хорошо. Я, да, я, да, я должен рассмотреться, наверное, в твоем суждении. Я предлагаю, чтобы сейчас каждый из художников, кто у нас принимает участие в сегодняшней встрече, он как бы высказался, может быть, прокомментировал то, что было уже сказано. И у меня вопрос к каждому из художников тоже, есть ли чувство какой-то общности, причастности к цвияжской художественной колонии, или это больше внешнее определение искусствоведа, а члены этой условной группы, они только условными являются ее составляющими, или все-таки есть ощущение какой-то такой общей вот цвияжской… принадлежности к цвияжской колонии. Я напоминаю, что у тех, кто нас смотрит, думаю, есть возможность задавать какие-то вопросы, да, на которые можно получить ответы сейчас, пока идет прямой эфир, ну и у зрителей, соответственно. и я хотел бы предоставить сейчас слово Анатолию Егорову, который сидит со мной рядом. Ну, я думаю, что все-таки общность и есть, конечно, мы друг друга знаем, да, и дружим, и через Казань, через выставки. Конечно, и каждый по-своему работает, да, вот. Значит, вот портреты, да, вот. Рашид Софиолин, да, у него вот портреты, там, у него много портретов, там, дядя Банин такой, вот тетя Тамара у него в среде, это конкретные люди, я их знал, и они вот такие, как здесь, вот тетя Тамара у есть дом был, и там, и коза, и кошки, и все вот такое, все в баночках каких-то, весь дом тут, и платочки висят, и какие-то плащи тут же, и вода течет, крыша там, как мне не могла починить никак. Ее даже как-то занесло зимой, две недели, вот брат вспомнил, что тетя Тамара, сестра-то здесь пришел, она занесена, так и не выходила, вот такой мир там вообще-то был. Потом, я помню, был такой сюжет, в общем-то, не знаю как, музей, значит, у человека Тамара были вышивки, очень хорошие вышивки такие классные, и музей сказал, значит, что мы у вас купим эти работы, и какую-то сумму там сказали, по-моему, так как просто разговор там был какой-то. Ну а вся деревня, как говорится, знает, весь город узнал, к ней пришли еще и побили ее, откровенно говоря, за это. Честное слово, это она жаловалась, она рядом с нашими, мы соседи, в общем-то, были через какое-то, через несколько домов, вот она постоянно к нам приходила, там с Ферой, супруга моей, вот она любила разговаривать, там про всех все расскажет, там мир как замкнутый мир, острый, действительно острый. Потом жизнь там была очень тяжелая, блин, полоскать воду, на мечку хотели, я смотрю, женщины несут эти белье, две корзины там, обратно идут это по лошади, холодный водавец, представляете, все, ледяная вода там в горле. Как они это все, я зимой приезжал несколько раз, с ужасом смотришь? Ну да, это пошел вверх, там это все, в гору надо нести, мокрое белье. Потом, ребята вот тоже, смотришь, там на лодке, осень уже, вода-то свинцовая какая-то, страшно там, на лодке поехали, они сесть выбирают, там, причем не разрешено было еще и миски, рыбу-то ловить, как браконьеры, там, молодежь там виседела вся, вот рядом в Сильярской Забы, как-то они переселялись, можно сказать, за эту, за рыбу, там на год, на полтора в Сильярской Забы, вот так вот и выходили уж оттуда тоже, такие бойки, разбойники, можно сказать, встречались. А работы не было, вот, как бы, дом, ну, дом презрений, так назовем их, да, и вот, когда его распустили всех, раскидали, закрыли, все по больницам, по другим, в Казань, там, еще в другие города, но они потом долго не жили там, другие, как-то привыкли, видимо, в Сильярске, что ли, в воздух, может быть, кормили их, конечно, там плохо, я помню, они вот эти, вот, больные, да, у них просто буквально, ноги, как палки, вот эти серые, синие штаны, они так вот, как полощутся, там, ну, уж, что говорить-то, не то, что и плохо, и жители там жили, наверное, эти санитары там, все, тоже прихватывали, вот, такие вот, какие-то ощущения были. И я помню еще и до 89-го года мы приезжали, вот так, как на пароходике. И вот у меня ощущение осталось, мы смотрели через забор, мы где-то еще подростки были, через этот, через стенку, там разбитая стена была, и вот 4 человека, они, бывшие солдаты, что ли, и вот они выстраивались в шеренгу и машировали, так вот полдня ходят туда-сюда, какие-то вот такие остались в памяти, интересные довольно-таки. Ну, немножко там... То есть, интересно было то, что снабжалась, значит, вот, была боржа Гиппократа, она привозила, так и называлась Гиппократ, самоконная боржа, и она привозила хлеб туда, значит, капусту и прочее, вот. Как-то я даже на этой борже договорился, там надо было привезти к кровати, матрасу, вот, с ребятами, с художниками, с художеством фонда. И вот Саша Сингелья, такой вот художник был, и я помню, он попросился, чтобы вот рулить, этот руль такой красивый, вот он рулил, я больше не видел его таким счастливым, когда вот он управлял этой боржёры. Ну, вообще, у него была, значит, мечта, что вот во флоте ему послужили такие вот ассоциации. Ну, вы рассказываете достаточно такие тяжёлые, печальные вещи, но ваша живопись, она совершенно иная в этой системе. То есть, у вас в душе ощущение вот того старого Слияшска, оно достаточно такое, ну, сложное и тяжёлое, но в живописи вы совершенно другие вещи сображали. Почему? Я, значит, увидел Слияшск, вот он как бы не сырники вот там растут, да, а полыня, она какая-то фиолетовая, да, красивый берега, это всё покрыто, какой-то красивый фисташковый там, фиолетовый цвет. И я смотрел на Слияшск, когда писал, какой он в цвете. И в цвете, конечно, там сияющий остров, вот так скажем. Может быть, то, что от воды вот, вон же кругом вода шли такие рефлексы, освещение новое. Потом, вот, сами дома, заборы, он весь был в заборчике, в заборчике какие-то прям переплетения, кружева, можно сказать. И дома тоже. Они не, вот, например, в Казани они какие-то чёрные, коричневые такие, городские, старые дома, где вот остались, да, они такие мрачноватые. А здесь всё, и солнце видно, и влага, и ветер, и они все голубые. Вот серьёзно, да, вот, настоящее дерево, там были же дома и по 100 лет, и вот они голубовато-серые. И прям, и вот, как бы излучают, как будто новая фактура какая-то в дерево. Я бы сказал, вот, как вот шерсть, например, шпалеры, да, они же излучают вот свет. И вот примерно, вот сияжь так же излучала. Я уж не говорю о том, что там соборы, и это само собор, а вот про такие, про житейские дома. Я уже не буду говорить. Ну, соборы, тем более они создавали архитектуру, там, Константина и Елена. Это чудесный храм 17-го века, пропорция. Вот я помню, каждый, ну, не каждый год, а чем. При мне вот раза четыре красили, запомнился мне, купола, крыши, купола, разные краски. Краска какая была, видно, там, самые дешевые брали, значит, попивали. В этот год синий, в следующий год зеленый. И она смотрится сначала так дико, а потом за зиму там ветер обдует, и смотришь, что она бархатный свет. Вот сейчас вот такое ощущение. Вот какие-то вот такие ассоциации у меня. Спасибо. Вот через это я, собственно, священник и создал эту каму. Меня даже напрекали потом. Почему у тебя такая фиолетка? Так. Спасибо. Я хотел бы, чтобы к нам присоединился Рашид Сафиуллин. Рашид, ты с нами? Ты нас слышишь? И тоже сказал бы несколько слов по поводу и Свиярской художественной колонии, и по поводу своего видения Свиярска как художника. Раз там было достаточно мало, людям было трудно, и поэтому мы, конечно, были счастливы к каждому приезду. Так же, как эти бабушки, радовались в субботу и воскресенье приездах внуков, детей своих из города. А уж тем более, когда коллеги, друзья, можно посоветоваться, можно жить вместе, радоваться вместе. Ну, показывать свои радости. Хвастаться, если и чем есть, похвастаться. Вот. Но сама жизнь Свиярская, она, скажем так, настолько впиталась и въелась просто в меня лишняя, что иногда мне казалось, ну ладно. Бывает тоже, чтобы рисовать вязь, надо сменить тему, надо сменить кардинально. Ну, смотришь, что там во время работы раз, поперевелась воночка. Или померещилась она. В общем, Свиярск не отпускает до сих пор. Самая лучшая работа была сделана как раз, когда еще в Казани, на фасцельном работал я там, в мастерске. Но Свиярск сидел, как гвоздь, внутри меня. И поэтому драматизм этой жизни и красота вокруг, потом ужасы, которые происходили, ну, скажем так, ужасы всякие были. Преступность там была и молодежь быстро спивалась и воровать начинали. В общем, жизнь, я их не осуждаю, это жизнь была не трудная. Но труднее было у всех. Но тетя Тамара, вот мы ее вспоминали сегодня, она была как свет в этом, на этом острове. Как, объясните, ну, образа света, ладно. Но она всегда говорила, ну вот, говорит, все жалуются, то трудно, это трудно, это плохо. А у меня конфеты есть, чай есть, что мне еще надо? Сахар, хлеб. И она все время была веселой. Я ее не помню, взрослый был, только один раз помню, когда ее... Константин и Елена выгнал монахов. В общем, у них были свои конфеты. Причем, я не знаю точно, он ей сказал, выходи отсюда, ты грязный. Ну, вот это тоже дорого. А у меня есть несколько работ, которые... Нет, они вместительны. Это связь. Я хочу показать, если это вот будет возможно, включить демонстрацию экрана. Там экран видите люди, да? Алло. Да, 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 да. Да, вот я хочу демонстрацию экрана. И тут... Вы видите только... Я сейчас включу. Вот это, наверное, работа, которая... Сейчас. Вы видите эту работу? Нет? Нет, нет, нет. Нет, он срадчевый экран должен быть. Нет, он должен быть. Это... Граффорд... Я ее пытаюсь показать. Дневная звезда называется. Это посвящение. Что-то товар-то маленький, то товар-то какая-то была. Монастырская стена. Вы видите, нет? Мы не видим пока. Но... Вы включите демонстрацию экрана. Хорошо положите. А вместное использование, что ли? Да. А, о, нет, нет. Да. Сейчас закончится. Сейчас закончится. Да. Вы видите, да? Полностью? Нет, пока что. Что там? Да, вот, вот. Сейчас видим. Сейчас все видишь. Ну вот, за эту работу не сбить. Потому что, в будущем, я увидел гравюру, тончайшую гравюру. И почему я сделал одну звезду? Я только прочитав потом, значит, апокалипсис, понял, что вот зеленая звезда появляется в начале апокалипсиса. Вот это было ощущение. Вот такие драматические ощущения были. Я понимаю, что звезда появилась, но... А то, что копать надо? Легче ей надо. И вот эти товары там копаются. Козы бегают, чем тенята. Белые, черные. В общем, вот такая драматическая, как бы, история. Далее. Сейчас я постараюсь. Улыбите. Ряд картин нет. Да, да. Видите, да? Видите, да. Я листаю. Улыбите, да? Да. Да. И вот. Вот эта работа. Гори-гори, моя звезда. Она была сделана для иностранной выставки. В Физании был ау-цюо. Вы видите коробок, нет? Да. Ау. Видим. Видим. Да, да, да. Вот. Это тоже сверстка. Вот от сверстка, как я понял, добавится нет. Может, какие-то вопросы есть у людей? Мне интересно услышать реакцию. Есть? Могут ли сказать? Здесь, конечно, радостные работы. Ну, одну из них я постараюсь показать тоже. Потому что прошло время. Любите, да? Это постепенно знаете. Ау? Да, да. Да, классно. Хорошо. Так. Мне нужны контакты там, чтобы подвести мыши. Правда, я подкажу. Привезу крючок и пойдем на рыбалку. Пойдем на резьбу. Это тоже связь. Хотя это может произойти в любой берегу. Подобная сцена. О, это все. Мне, конечно, не хватает контакта с зрителем. Рашид Толгаевич, но замечательно. Мы все видим. Просто немножко запаздывает загрузка. Поэтому мы чуть позже видим пустых пильпартов. Вот сейчас увидим. А вот тоже рыбаки. Они достаточно забавные. Ну вот, спрятались там рыбаки. А разговоры какие-то удивительные. В нашей книге Чурки Макурикова, Свеярска, сделанном вместе с Марией Развешкиной, много историй. И причем конкретно грянных историй, которые плаваются в большой образ Свеярска. Игорь Михайлович, я думаю, эта книга Чурки Макурикова, она заслуживает уже отдельного упоминания как очень замечательного рассуждения, которое весь опыт на шее собралось с Леярска, если не могу сказать. Художественного, да. Надеюсь, люди видим. Видим, видим. Очень хорошо все, Рашид Толгаевич. Ну и вот. Грустная, но очень странная работа. Она грустная, потому что она кое-какие, кто сидит. Там небеса, там черное небо, какие-то странные облака. Рассказывать сложно. Вот последняя работа, которую я хотел показать. Что-то случилось. На самом деле происходили какие-то пожары, предположим, на другом берегу или еще что-то. Они вообще все время в тревоге жили, люди. Иногда без хлеба, иногда там кто-то обворовывает, в сад залезет. Ну вот они поднялись на крышу, то есть крыши обычно смотрели. А крыши вот такие, видите, заборчики, смешные и смешные, живописные в общем. Но достаточно грустные. В общем вся эта серия небесаная. И жизнь там была бы веселой. И вот поэтому про нее хотелось рассказать. Рашид Толканович. Рашид Толканович. А это какая техника? Это техника черная, черная, глубоко черная. Такого черного цвета, но в других материалах нет. И поверх так сухой кистью берега нет. Прорабатывалось акриловым берегом. И люди прикасаются к этой поверхности черной. И это там из черного начало возникать. Сам черный цвет на самом деле гораздо больше работает на воображении, чем белый. Потому что на белом ты трудно увидеть что-то. А вот черный цвет начинает, внутри черного цвета начинает в этой глубине что-то замерещиваться. И просится, 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 чтобы его проявили. Рашид Толканович. У меня вопрос. Ты нам показал серию мрачноватых работ, связанных со свиньяшками. Тем не менее, последний немецкий кредит. Ты живешь в этом мрачном месте. Под названием свиньешься. Объясни, чем тебя туда собственно тянуло? Тянуло именно в эту черную бездну или какие-то другие еще были? Как же ты там живешь-то? Да, да, да. Ну так вот. Те времена уже прошли. Тем более совсем другое. Он совсем-совсем другой. Главное, это магазинчики, туристы. Ну и своих, так сказать, односельщан я уже почти не вижу. Редко-редко. В основном туристы и самолеты, и вертолеты. И питающие время. И как я тут ужился? Да тут у меня хорошо. Ведь тогда было хорошо. Потому что она тревожила и создавала эти образы. Они запоминались, и я как бы сочувствовал, переживал несколько минут. А сейчас, сейчас я как-то, скажем так, спрятался в своем домике. И вот трое что-то там делают, переделывают, украшают свою домик. Свою народу. Понятно. Ну, в общем, ты в башне из слоновой кости уединился на острове, и сейчас лил парень. А вот такие водки были. Вода приходила, они оттаскивали эти, значит, эти, мостки. А уходила, они подкатывали к воде. Вот такая интересная, забавная водка. Рашид, спасибо тебе. Какие-то вопросы у нас из зала есть? Ну, я думаю, как ты правильно сказал, твои работы, они достаточно красноречиво рассказали о Сеерске, о твоем художественном восприятии Сеерске. Рашид, спасибо большое. Я хотел бы следующему теперь нашему гостю, если разрешите, предоставить слово. Здравствуйте. 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 Я, Николай Чартомонов. Я напоминаю, что у нас в Вияжке сейчас проходит, выставочка на зале старая напорная башня. Выставка Николай Чартомонов, которая до начала декабря будет работать. Можно увидеть работу вживую, они гораздо более эффектны, чем на экране, и я думаю, что непосредственно в восприятии работы вы получите массу эмоций самых разных и глубже поймете Сеерск. Спасибо. Прежде всего хочется сказать, что я считаю наше сотрудничество с Вияжкой художником именно колонии художников, которая собралась не просто так, по всей видимости. Во-первых, нам всегда было интересно общаться друг с другом, а среди людей одной профессии бывает редко. Собираются именно те люди, которые друг другу нужны. Если посмотреть на наше творчество, то я могу уточнить, немножко не согласиться с тем, что все наше творчество очень далеко от Сеерской жизни. Нет, просто каждый берет свой свес, который ему интересен. У Рашида такие замечательные образы Сеерских людей, он очень дорожит этими людьми, он очень их любит. Я тоже помню Тетюки Тамара очень хорошо, замечательный человек. Вообще Сеерск для меня прежде всего важен тем, что я воспринимаю его как модель мира, маленькая модель мира, где есть все. Вот в этой модели мне было очень хорошо, очень комфортно. Вот этот масштаб, масштаб этой модели, он очень человечный. Понятно, его размеры понятны. Понятно, что магазин один, и он должен быть один. Их пекарня одна, и она должна быть одна, и туда собирается весь Свияж за свежим хлебом. Вот этот вот мир, он очень теплый, хороший и человечный. Вот этот масштаб, который мы потеряли, живя в городах, мы не ощущаем, мы не понимаем, кто рядом с нами живет, для чего они существуют, кому пойти можно за спичками, кому за солью. Это уже давно исчезло, мегаполис. А в Свияжске это все было, и в той же самой тече томале мы хотели за козлиным молоком. За Козьимой, прошу прощения. За Козьимой, да. И кто-то нам давал рассаду, потому что откуда, говорит, у них рассада, они городские. И вот весь Свияжск нес нам рассаду томатов, помидоров. И мы были вынуждены, не откажешься, неудобно отказать людям, а люди все просто замечательные, все нести рассаду. И у нас было по 200 кустов помидоров. Ну, мы как-то справлялись с этим. И для меня Свияжск прежде всего, да, это модель мира, которая мне очень нравилась. И те художники, которые были рядом со мной, мы туда, когда ехали, мы знали, кто там будет. И поэтому мы хотели туда приехать. Мы туда поселились последними из всей колонии. И я, ну, очень счастлив этим временем, которое там мы вместе прожили. Ну, а во всем, что мы там делали, уже было сказано очень много. Если есть какие-то вопросы, то я присоединюсь к ответам своих коллег. Спасибо, Владимир Николаевич. Хочу напомнить, что у нас есть в Свияжске постоянно действующая художественная галерея, расположенная на Рождественской площади. И там представлена живопись и графика, и работа в других техниках, тех художников, о которых мы с вами сегодня говорили, с которыми мы с вами встречались. Поэтому, будучи в Свияжске, не забудьте посетить художественную галерею в музее-заповеднике «Космоград-Свияжск». И, конечно, в музее есть отдельный музей истории Свияжской раздел, посвященный буквально-таки Свияжской художественной колонии с чудесными видеоинтервью художников. Обычно посетители в составе групп, у них нет возможности задержаться, сесть у старого телевизора в этом выставочном зале и послушать интервью художников. Но я призываю всему, у кого есть побольше времени, специально зайти в наш четвертый корпус «Музей истории Свияжска». На первом этаже там есть зал, посвященный Свияжскому художественной колонии. Послушайте, дорогие художники, потому что художественный взгляд, он помогает, наверное, глубже понять любое место и в данном случае Свияжск. Как-то цитата какая-то есть, что калитку может открыть любой, но золотые врата только художник. Вот эти золотые врата в Свияжск мы чаще всего с вами можем как раз приоткрыть через работу художников, через их восприятие Свияжским. У нас какие-то вопросы от онлайн-слушателей есть? Прекрасно. Друзья, у вас какие-то комментарии? Да, у нас еще имеется, у вас вложник короткий. У нас Рожид Алкатович прислал запись с одной из первых выставок, которая проходила в «Сехскольящих радостях». Насколько я помню, это два с половиной часа запись, да? Нет, 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 там на шесть минут, на шесть минут, чтобы просто, как бы, с атмосферой. Шутить атмосферу. Это в каком году было? В 1991 году. Другой, 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 другой. Сейчас с вами посмотрим короткое шестиминутное видео, в котором показана выставка в Свияжске, состоявшаяся в 1991 году, то есть уже почти 30 лет назад. Дальше. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Действительно, 90-е годы, когда художники начали обживать Свияжск и, так сказать, его отмаливать своими живописными практиками, это время очень интересное. Продолжение следует... 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 Возможность посетить выставку И.К. Чартового, выставочный экзамен «Старая однокорная башня. Поехал в Сыяшск». Спасибо, до новых встреч!